Давайте откровенно. В Гродно вывешивали польские флайи, но если их сегодня сняли, это же не значит, что там у кого-то в голове что-то не бродит. Вы видите поведение некоторых клириков наших церквей, и католической, и православной. Поэтому это тоже зона вашей ответственности. И вообще вы должны понимать, что за пределами нашей страны натовцы не утихомились. Что бы они ни говорили, вот я с Майком Помпео говорил, у нас Олег Павлович знает с ним очень добрые отношения. Все, что они пишут в телеграм-каналах, это фигня. Ничего он от меня не требовал, был очень теплый, добрый такой разговор. Но я ему прямо сказал по-дружески, Майк, несмотря на это я же понимаю, что происходит. И я его предупредил. Если только там дернутся со стороны Польши, Литвы, ну и может в Украине это даже не обсуждается, им не до этого. А вот поляки и литовцы, в основном поляки, что там литовцы в армии нет. Но мы будем отвечать. Он меня заверил, что этого не может никогда быть и не будет. Я говорю, хорошо, я услышал. Мы это слышим. Но мы должны реагировать. Я пока о Минске не говорю, я говорю об этих западных областях. Поэтому у меня людей других, более надежных нет. Я рассматривал другие участки работы, но все-таки думаю, что это важнейшие участки работы. Там есть над чем работать. Особенно Валерий Павлович, вот западное направление, будучи сотрудником и председателем КГБ, мы всегда этому внимание уделяли. И тем не менее, видите, как получилось. Поэтому все эти знания надо Юрию Хаджимуратовичу передать. Поэтому нельзя успокаиваться. И по поводу вот этих целей, что им, полякам, нужна вся Беларусь. Вы знаете, даже если все НАТО войдут в Беларусь, у них это не получится. Даже если мы одни будем, у них это не получится. Мы за свою страну погибнем все. Не дай бог, конечно, они должны это знать. Продолжение следует...